12 марта «Контакт» признан самым удачным театральным форумом за всю его историю. Почему? Много спектаклей, много новых имен, аншлаги в зрительных залах. Итоги «Март-Контакта» подведем в студии программы «Днями» с директором Игоревского драматического театра Андреем Новиковым. Здравствуйте, Андрей Федорович. Здравствуйте. Итак, «Март-Контакт» закончился. Вы согласны с тем, что он действительно самый успешный? И если да, то почему? Ну, я думаю, что один из самых успешных. То есть вам он все-таки понравился? Да, мне так показалось, потому что все-таки, ну, на самом деле было много очень ярких спектаклей, разных спектаклей, сильных спектаклей. И было очень много мощных театров, по сути своей. Было много столичных театров. А они с удовольствием не идут в областной центр? Их не приходится уговаривать? Ну... Вы-то отбирали, я понимаю, но... Да. Нет, не приходится их уговаривать. Тем более, что они не занимаются благотворительностью. Вот. И все профессиональные люди... Ну что ж, это тоже мотивация, но нам-то интересно. Да. Поэтому, конечно, ну, это естественно для творческих людей, для артистов, куда-то выезжать и показывать свое искусство. То есть это потребность любого художника. Быть увиденным, услышанным, да. Март «Контакт» добрался до дюжины, пока не чертовы, тем не менее, но вызвал очень много споров, очень много эмоций. Вы сказали, что это благодаря тому, что были очень хорошие театры. Это действительно благодаря вот такой вот классной афише? Ее в интервью у нас в сюжетах называли крутой афишу. Да, ну, дело в том, что, наверное, это и основная задача форума – вызывать споры. И классика, которая у нас на фестивале встречается, она тоже... Она в другом прочтении. Да, она совершенно в другом. Это очень экспериментально. Вот. Ну, и не всегда это вызывает, как бы, такую положительную реакцию. Некоторые, конечно, уходят и возмущаются. Ну, как так можно издеваться над Достоевским? Вот. Ну, есть и такие мнения. Но меня радует, что растет количество тех зрителей, которые все-таки понимают, что, приходя на фестивальные спектакли, не нужно бояться некой театральной сложности, а нужно все-таки настраивать себя и постараться подготовиться к этому. Стараться думать. Так все-таки какой сегодня зритель у Март Контакта? Ну, я надеюсь, что это зритель, думающий прежде всего. Да, что это зритель, которому хочется расширить свои какие-то театральные представления. Потому что мы в последнее время пытаемся немножко как-то выйти за рамки какого-то традиционного театра. Ну, а фестивальная афиша – это прежде всего для этого. Скажите, а молодежь удается вам вот этой афишей привлечь в театр? И больше ли ее? Потому что такое ощущение, что только цунами может оторвать, вырвать у них из рук телефоны, смартфоны. Во-первых, она действительно получилась такая афиша очень молодежная. Потому что было очень много молодых трупов, было очень много работ молодых режиссеров, дебютов даже было очень много молодых. И было очень много таких вот остросоциальных пьес поставлено, которые действительно вызвали очень интерес прежде всего молодых людей. Вы говорили в одном из интервью от нашей радиокомпании, что Могилевский зритель не ждет, что его будут веселить. Скорее будут заставлять думать. Но при зрительских симпатий, стендап-шоп Айка Петросяна, которые критики сказали, что это хороший спектакль, что он для любой зрительской аудитории. Почему? Все-таки юмор в итоге победил. Это естественно. Естественно? Да, нельзя предъявлять зрителю претензии, что… А вы не согласны с этим? Да, что ему больше хочется смеяться, чем плакать. У нас порядка четырех тысяч зрителей приходит. Понятно, что если мы выберем какое-то одно направление узкое, оно не будет интересно такому большому количеству. Как вы думаете, зачем вообще городу театр и март-контакт? Ну, наверное, за тем, чтобы окончательно не увязнуть вот в этой нашей сериальной жизни. Клиповом мышлении, беготне. Да, в беготне, клиповом мышлении. Прийти в театр, о чем-то подумать, как-то соотнести свой внутренний мир всем, что происходит на сцене, и погрузиться в какой-то себя, может быть. Я думаю, есть в этом потребность. И то, что фестиваль востребован, наверное, это говорит о том, что это нужно. Благодарю вас за интервью. До следующего фестиваля. Спасибо. Продолжение следует...